Добрые, ласковые, открытые. Их называют солнечными детьми. Они схожи друг с другом не только внешне, но и судьбами. Люди с синдромом Дауна плохо приспособлены к жизни в существующих реалиях мира. Поэтому им нужна помощь и поддержка в адаптации. Для этого родители особенных детей стараются держаться вместе, преодолевая бытовые и социально-психологические барьеры. С сегодняшним днём мы хотим показать, что нас много, мы есть. Мы хотим объединиться между собой, показать своих деток, какие они, чтобы остальные люди не боялись их. Если у кого-то родится такой же ребёнок, чтобы он не боялся его, не было этого стресса, как у нас когда-то в своё время, когда мы родили своего ребёнка. Опять же, мы сегодня знакомимся друг с другом. Несмотря на устоявшиеся стереотипы, солнечные дети мало чем отличаются от обычных ребят. Они также любят подвижные игры, водят хороводы, занимаются творчеством и спортом. Если развивать их с детства, то в будущем есть все шансы добиться серьёзных успехов практически в любой сфере. Ещё один голос. А вы знаете, кто живёт в телевизоре? Талантов много, но самое главное, что они чувствуют по-настоящему, они не умеют притворяться. Они настоящие, эмоциональные, ласковые, нежные. Но иногда и вредничают, конечно, как все дети. На подобных встречах дети получают массу положительных эмоций, а родители обмениваются опытом, обсуждают вопросы, связанные с лечением, образованием и реабилитацией детей. Такие мероприятия проводит общественная организация «Радость жизни». Её двери открыты для всех, кому нужна поддержка. У нас есть свой офис, он находится улица Калинина, 14. Офис работает ежедневно в рабочие дни с 10 до 16. Семьи, которые имеют в своей семье инвалида, ребёнка, не обязательно с синдромом Дауна, с любым диагнозом, могут прийти в этот офис, написать заявление, вступить в организацию. Там мы общаемся, там мы получаем юридическую помощь, там мы получаем информационную помощь, там мы узнаем об образовательном маршруте наших детей, о том, куда нам нужно на лечение, на реабилитацию. Природа одарила этих детей лишней хромосомой, но в придачу дала большое сердце, созданное для любви и, возможно, для того, чтобы научить любви других людей и помочь обществу стать чуточку добрее. Руслан Душевский, Анапа. Регион.